добрый день дорогие друзья топ сад уход за молодым виноградом что надо делать наши рекомендации от а от нуля до я и а до я виноград который вот сейчас перед вами это годовалых черенки которые мы оставили на зиму поставили их в песок потом пересадили в контейнеры вот это реалайнс здесь у нас школка целая плантация новых саженцев винограда если кому хочется то мы вы можете у нас их приобрести но вот этот виноград видите годовалый и из него в этих контейнер закрытой системе можно сажать в любое время виноград хорошо подготовлен удобную яму для посадки а главное чтобы у вас вызвала лоза вот ведь она стал это в прошлогодний виноград прима украины и сейчас мы наращиваем в этом году и ваша задача нарастить лозу алиану чтобы она полноценная была длинная и в сентябре приобрела коричневый цвет вот он задает вопрос какой вот смотрите здесь у нас появилась три почки три лозы память учителя да мы посмотрим оставим две лозы а третью мы используем как резервный когда из них будет более слабый но вообще на самом деле самое лучшее надо лозу выращивать как можно ближе к корню с тем расчетом что потом зимой легче положить лозу на землю вот это второго года саженец винограда вот сорт винограда невеста уже видите от третьего года лиана лаз идет рукав налево а второй которым выросли втором году идет направо но вот рядышком мы делали сучок замещение это запасная лиана которая может лечь мы положим ее в середине надо обязательно хорошо проливать три раза уже и удобрять мы используем удобрение для винограда organic mix органическое удобрение мульчировать обязательно землю чтобы влага не уходила и конечно обработки самыми различными фунгицидами и медным купоросом это вначале а ты давидом джетом от клеща до аидима и одиума и естественно что подкорки по листу мы используем компанию валагра как он плантофол и вот этот виноград видите здесь у нас уже появились лоза который имеет имя идет наверх мы ее подвязываем и имейте ввиду что на каждой лозе не должно быть более сколько 10 10 лоз иначе куст вы перегрузите а чтобы не перегрузился куст повторяю надо обязательно убирать во первых вот эти все побеги здесь который ниже проволоки 60 сантиметров удалять и второе если вот видите вот такие дырочки это у нас хлеб как-то зудень находится вот этот а далее джетом надо обработать или октарой а вот виноград каюга и конкорд это 4 5 года ведь мы уже подняли на первую проволоку 60 сантиметров и очень важная операция убрать двойники тройники и лозы которые не имеют виноград на грозе и вот ну вот основной получается а вот двое из одного места удаляйте его пожалуйста да просто обламываем отдаем это червячкам которые у нас спокойно дают вермечай шикарное удобрение поэтому подвязывание и формировку кустов винограда это операция конца мая у нас запоздалая весна но тем не менее вот видите сейчас уже у наш виноград полон ягод полон гроздей и того и гляди это уже будет скоро времени цветения а вот подвязка подвязка мы можем делать степлером а вот часто мы используем еще вот такую проволоку видите для того чтобы через раз от ветра может двигаться а вот с такой проволочкой у нас виноград не перемещается и фиксируется на проволоке вот я вам покажу видите на проволоке поэтому через раз мы используем проволоку я оставляю вот эту маленькую полочку оставляю на шпалере и она у нас служит ну я не знаю сколько несколько лет как сколько хотите конечно виноград очень увлекательное дело да кстати вот видите пасынок пошел пасынок выше гроздей мы его убираем один лист один лист оставляем а вот ниже ниже ответе здесь мы убираем все листву и чтобы она у нам не мешала здесь мы тоже самое уберем листва ниже виноградных гроздей не должно быть ну и заканчиваю репортаж вот узбекский виноград из настоящего узбекистана пятый седьмой год уже у нас растет витиля на какие мощные первые три года вообще не давал никаких ягод а потом пошло изобильное цветение и рост удивительно необычный яркий цвет узбекистан настоящий такой среднеазиатский виноград поэтому сказки о том что в подмосковье не может расти субтропики это бред и и не слушайте людей которые сами ничего не выращивают все что невозможно возможно и виноградник в каждом усадьбе подмосковье и в мурманске и на чукотке и на аляске и новозеландии и где угодно любой точке планеты может расти удачи на даче вместе с виноградом прекрасным вином всем вам желаю в придачу